А Березняковские правоохранители в очередной раз призывают всех родителей провести беседы со своими детьми. И прежде чем покупать и отдавать им в пользование двухколесный транспорт, выучить на зубок правила дорожного движения. Накануне в самом центре города очередной ребенок угодил под колеса автомобиля. Подробностями этого и других ЧП прямо сейчас готова поделиться моя коллега Анастасия Баур. Сегодня она подготовила для нас традиционный криминальный обзор. Настя, здравствуй, ты в эфире. Добрый вечер, коллеги, дорогие телезрители. Авария с участием ребенка случилась накануне в обеденное время на прилегающей территории ЦУМа. 15-летний мальчик на велосипеде не соблюдал необходимую осторожность и попал в ДТП. Его сбила отечественная легковушка, которая выезжала с парковки в сторону Советского проспекта. В итоге велосипедист с травмами в больнице. Благо, живой. Впереди еще целых три месяца каникул. Поговорите с детьми, ведь велосипед тоже является транспортным средством. Ну а я перейду к громкому делу из краевой столицы. В Перми перед судом предстанет мать, которая оставила новорожденного ребенка в подъезде под лестницей. Несмотря на то, что ЧП случилось еще в конце января, уголовное дело только сейчас направили в суд. 23-летняя жительница Верщагина оставила малыша на бетонном полу в подъезде дома по улице Баумана в Перми. А затем приспокойно ушла. Ребенка обнаружила жительница дома, она же вызвала полицию и врачей. Женщину обвиняют по статье «Оставление в опасности». Ей может грозить штраф до 80 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года, арест до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года. Тем временем в Кизеле городской суд вынес приговор ранее судимому местному жителю. Мужчина лишен свободы за повторное управление транспортным средством в пьяном виде. Еще в марте этого года он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, поехал по улицам Кизела и вскоре попал в поле зрения сотрудников ДПС. Освидетельствование показало, что мужчина не тресл, а позже выяснилось, что уже не впервые. За пьяную езду нашего антигероя уже судили двумя годами ранее. На этот раз суд назначил наказание в виде четырех месяцев лишения свободы с обыванием наказания в колонии-поселении и лишил прав горе-водителя на срок два года два месяца. Ну и в завершении еще одна история от сотрудников полиции. Прямо как в комедийном сериале в ней фигурируют и незадачливые, но предприимчивые преступники и алкоголь. Молодой охранник птицефабрики в селе Родники, отработав на предприятии всего шесть смен, решил его обокрасть. Позвал двух своих друзей. Ночью они вывезли дорогостоящие оцинкованные решетки для ремонта и сдали их за какие-то 7 тысяч рублей в металлоприемник. Так сказать, обмыли сделку и решили ее повторить. На следующую ночь уже без страха и под градусом попробовали снова вывезти решетки с территории. Однако один из товарищей уснул, а остальных схватили с поличным. Все трое получили сроки от 3 до 7 лет в исправительной колонии. И снова история оказалась поучительной. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...